А теперь два взгляда, которые являются преобладающими в христианстве современности, в христианстве сегодняшнего дня. Вот об этом взгляде очень подробно говорил Джон Файнберг. Говорил он о нем настолько подробно, что я не буду на нем останавливаться, а просто коротко его опишу. Назвали мы его как? Неоевангелический. Вообще можно назвать неоевангельским, но тогда получается, что вот есть евангельские, а все остальные какие-то не совсем. Вот, евангельские христиане и так далее. А вот неоевангелический взгляд. Смысл неоевангелического взгляда вот в чем. У Библии есть определенная цель. Это цель спасения людей. Во всем, что касается этой цели, что ведет к достижению этой цели, Библия безупречна или непогрешима. Сторонники этого взгляда предпочитают не использовать слово безошибочно, а использовать слова безупречность или непогрешимость. Библия предназначена для того, чтобы нас спасти. Бог дал нам это писание, чтобы мы спаслись. Во всем остальном, в описании природы, в научных каких-то вопросах и так далее, в Библии могут быть ошибки. И это нормально. Библия не учебник, Библия не справочник, Библия это книга духовная. Соответственно, духовные вопросы безошибочны. Все остальное может содержать ошибки, неточности, искажения. А этот взгляд сегодня весьма популярен. Значит, ну примерно вот как. Как вы думаете, вот в этом печатном тексте Библии, вот в этом печатном издании, могут быть опечатки? Конечно. И они есть. Есть целые каталоги, есть целые списки опечатков, опечаток в русских изданиях Библии. И все-таки, зная, что есть опечатки, мы берем Библию, смотрим, читаем, и получаем спасение. Это как телефонная книга. Вы берете телефонную книгу, вам не нужно постулировать, что телефонная книга безошибочна. Главное лишь то, чтобы телефонная книга помогла мне достичь моей цели. Вот мне нужно найти телефон больницы. Главное, чтобы я в конечном счете до этой больницы дозвонился. Ну, тогда вопрос, кстати говоря, а что будет, если опечатка вкралась как раз в ту строчку, где напечатан телефон больницы? Вот. Но, в общем, смысл такой, что Священное Писание безупречно, непогрешимо только в том, что касается нашего спасения. Возражений здесь много. И, опять-таки, в предыдущем курсе у доктора Файнберга о них говорилось очень подробно. И более того, рассматривались различные конкретные представители этого взгляда, этой школы. И доктор Файнберг говорил о различии между ними, о том, что каждый из них в это учение привнес. Одно из возражений заключается в том, что, опять-таки, события, касающиеся нашего спасения, в Библии тесно связаны с событиями, касающимися науки. Ну, например, воскресение Иисуса Христа касается непосредственно нашего спасения. Но воскресение Иисуса Христа касается непосредственно и научного вопроса. Может ли воскреснуть тот, кто был распят, тот, кто умер? Если предположить, что Священное Писание ошибается в вопросе научном, то почему бы не предположить, что такие же ошибки есть в вопросах духовных? А смотрите, что делают представители этой теории. Есть научный вопрос. И я могу в этом вопросе проверить, что говорит Библия. Я могу измерить, я могу пощупать, посмотреть и так далее. А дальше есть вопрос сверхъестественного. И в этом сверхъестественном я Библии должен доверять. Ну, хорошо. Теперь мы убедились, что в том, что мы можем проверить, Библия допускает ошибки. А теперь смотрите, какой прыжок веры я должен сделать дальше. Поняв, что Библия не дает мне авторитетной информации о том, что я могу проверить, я должен доверять ей на 100% в том, чего я проверить не могу. Вот этот замечательный прыжок веры – это, пожалуй, самое слабое место неоеванкелического взгляда. Я могу проверить вопросы науки, я знаю, что Библия ошибается, ну, потому что она не для этого была написана. Но теперь мне нужно поверить, что во всем остальном она не ошибается. Представьте себе, что вам читает лекцию человек, который говорит на совершенно незнакомые для вас темы, но при этом в качестве иллюстрации или в самом начале он стал говорить о том, что вы отлично знаете, и наговорил чуши. То есть он обсуждает тему, которую вы отлично знаете, он наговорил глупостей, говорит, а теперь пойдем дальше. Начинает говорить что-то еще, чего вы не знаете. Понимаете, вам нужна будет очень большая вера, чтобы по поводу того, что вы не знаете, этому человеку доверить. Потому что он уже наговорил вам глупости. Я имел опыт общения с преподавателем, который начал читать курс, между прочим, по Новому Завету в одном учреждении. К счастью, я не был студентом этого учреждения. Меня просто пригласили послушать это безобразие, посмотреть на это безобразие. Который вышел и буквально за первые пять минут своей лекции сказал студентам следующее. Во-первых, что у иудеев никогда после Вавилонского плена уже не было независимого государства до возникновения Израиля. И это глупость, оно было. А была Хазмонейская династия, было независимое государство. Во-вторых, в том, что евреи, как нация, виновны в смерти Иисуса Христа. Потому что именно евреи его распяли. И в-третьих, что то, что произошло сейчас с евреями, это заслуженная кара от Бога, который навсегда отринул народ, бывший некогда его народом. Если вы читаете Библию, я думаю, сразу вспомнили по посланию к римлянам, 9-10 глава, и вам сразу же есть, что ответить тому товарищу словами апостола Павла. Вот услышав три примера бредятины за пять минут, как вы думаете, с какой долей внимания я слушал преподавателя на протяжении следующего часа? Вы знаете, уже с минимальной. Потому что начало лекции подготовило меня к тому, что будет дальше. Да, может быть, я жестоко ошибался. И преподаватель весь свой бред высказал в первые пять минут своего выступления. Может быть. Но мне нужна большая степень веры, чтобы вот это принять. Здесь можно возразить, давайте разделять духовное от недуховного, или духовное от научного. Поэтому и не надо от него это требовать. А преподаватель ставил перед собой целью говорить студентам правду, давать истинное учение. Поэтому, конечно, преподаватель в пролете, а священное писание выдерживает. И многих вот такой ответ устраивает. И опять-таки, есть христиане, вы с ними встретитесь, которые вам скажут, да, священное писание авторитетно в духовном. Во всем остальном оно не особенно и авторитетно. Последний комментарий по этому поводу, по поводу этого взгляда. А все-таки все остальное это что? Ну, наука, ну, культура, ну, взаимоотношения. Ну, вот тогда было так, сейчас нужно по-другому. Ну, опять-таки, а кто определит границу вот этого всего остального? Кто определит вот в данном конкретном вопросе священное писание авторитетно или не авторитетно? И вот это, друзья мои, важно. И идем дальше. Последнее и последние пять минут я вам раздам даже домашнее задание у нас с вами сегодня будет. Представляете? Тут очень коротко, потому что все остальное в домашнем задании. Взгляд, с которого мы начали с вами сегодняшнюю беседу, евангельский или евангелический взгляд на богодухновенное священное писание. В 1978 году также собралась группа ученых, у которых были очень известные богословы, такие как Джеймс Пакер, Стоул и другие, Гайслер. Вот американские, не только американские, британские также богословы, которые выработали два документа. Один называется декларация или заявление о священном писании, а другой называется декларация или заявление о толковании священного писания, о принципах толкования священного писания. Что постарались сделать эти богословы? Эти богословы постарались документально оформить позицию о том, что священное писание богодухновенно является результатом действия и Бога, и человека, о том, что священное писание безошибочно, и выразить эту позицию как можно более коротко. Получился у них такой документ, который в русском переводе занимает две страницы. Вот этот документ я прошу вас прочитать сегодня вечером, и завтра мы начнем наше собрание, нашу встречу, беседу с того, что об этом документе поговорим подробнее. Этот документ представлен как утверждение и отрицание. Какие-то вещи мы утверждаем, какие-то вещи мы отрицаем. Когда будете читать, смотрите внимательно, что утверждается и что и почему отрицается. Дело в том, что каждое из отрицаний, на самом деле, камешек в огород одной из тех теорий, которые мы разбирали сегодня раньше. Вот на этой точке зрения стоят евангельские христиане, подавляющее большинство евангельских христиан. Но если важно, то я скажу, что на этой точке зрения стою я, как ваш преподаватель, и колледж, в котором вы сейчас находитесь. Вот это точка зрения, которая принята подавляющим большинством евангельских христиан. Но эта точка зрения не освобождает нас от одной интересной обязанности. И обязанность эта заключается в том, что когда нам показывают нестыковку, так называемую, противоречие в Священном Писании, вот обязанность наша в том, чтобы на все это отвечать, чтобы с этими вещами разбираться. Мы не можем сказать, а, это просто люди исказили. Или, а, это просто язык несовершенный. Или мы человеку не можем сказать, слушай, ты тут нашел такое противоречие, значит, у тебя не произошла твоя личная встреча с Богом. Вот мы должны взять, исследовать Священное Писание, исследовать историю и, по возможности, либо разобраться в этом противоречии, либо сказать, вы знаете, есть такие-то, такие-то взгляды, но пока окончательного ответа на этот вопрос я не знаю. Хотя, когда будем со Христом в небесах, мы эти ответы обязательно узнаем. Вот эта обязанность возлагается на нас автоматически, как только мы начинаем придерживаться евангелического взгляда на Священное Писание. А не отмазаться от нее, уйти от нее уже никуда не удастся. А сейчас давайте завершим нашу встречу молитвой. Господь наш и Бог, мы благодарны Тебе за то, что Ты присутствовал сегодня с нами, за то, что Ты благословляешь нас. Мы благодарим Тебя, Господь, за Слово Твое великое, за то, что Ты, Боже, дал нам все, что нам необходимо для нашей жизни и благочестия, за то, что Ты хранишь нас, за то, что Ты хранил Слово Твое, чтобы сейчас на этом этапе доверить Его нам. Помоги нам, Господи, обращаться с Ним бережно, узнавать Его, понимать Его. И, Господи, укрепи нас, взрасти нас в любви к Тебе и к Твоему Святому Слову. Да будет слава Тебе наш Бог во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok